Здесь тебе нравятся ли люди? Нет, тут на самом деле классные люди. Когда я прошел мимо него, он стоял, смотрел головой в асфальт и плевал на пол. Потом увидел меня, ну и давай что-то орать. Представляют сейчас, есть состав чемпионский. 100 очков в НХЛ. Вот какие у тебя мысли? Ты веришь в приметы? Есть, все-таки, да. Нам уже скоро будет 25. Так. Хотел сказать одну мысль, что, например, когда мы смотрим фильмы американские, соответственно, неволей у нас складывается какое-то представление про Америку. Я вот сколько городов здесь побывал, проехал, в Канаде в том числе. Я все время как-то не понимал, есть какие-то части из того, что я видел, из того, что я представлял об Америке. Но знаете, не было полной картины. И когда я приехал в Нью-Йорк, вот вчера, я там провел целый день, прогулял. Я не знаю, насколько там хорошо жить, но когда ты впервые приезжаешь как турист, очень круто видеть все то, что ты видел в фильмах. Эти какие-то здания, какие-то локации, какие-то мероприятия, каких-то людей. Даже вчера сам одного актера из голливудского кино встретил, но я просто не знаю имени с фамилией, просто он шел по улице. То есть город, большой, там очень много движухи и он очень похож на Москву. В том плане, что все постоянно в пробках, много машин, много людей. Люди, конечно, сильно другие в сравнении, например, с канадцами или с более провинциальными городами здесь, в США. Они более какие-то, знаете, такие жесткие, на дорогах уже неуступчивые, прям кусаются, могут закуситься и очень прилично. Не такие доброжелательные, как, например, в других, опять же, провинциальных городах, более таких простых. В общем, Нью-Йорк очень похож на Москву и Нью-Йорк, это та самая Америка, наверное, про которую мы слышали в игры, симуляторы, да, симулякры, которые мы играли, там GTA те же. Ты ходишь, просто смотришь, такой, вау, вау, я это уже видел, я что-то подобное видел, я это видел. И вот мне очень понравился сам Нью-Йорк, но про Нью-Йорк я расскажу тогда, когда мы будем там снимать. Но выпуск сегодняшний не про Нью-Йорк, а про Нью-Арк. И именно про этот город складываются ощущения, очень схожие с Каламусом. Мало людей, мало движения, все люди какие-то, если выходят на улицу, то какие-то, не знаю, разобранные в большинстве, не очень понятный контингент, все так тихо, спокойно, по крайней мере, днем. Что уж немного, честно признаться, настораживает, потому что ты, когда приезжаешь в Америку, в эти все большие города, ты думаешь, вау, там, наверное, даже и в пригородах столько движухи, столько всего интересного, но на самом деле нет. То есть, ты выехал за Нью-Йорк, все, жизнь как будто, знаете, изменилась, пропала и ты попадаешь в совершенно другой город. Не знаю, как это происходит, но, в общем, как-то вот так. Поэтому, если все думают, что Нью-Йорк и его пригороды там, это тоже круто, то нет. Крут на самом деле сам Нью-Йорк, а вот около его пригородов, конечно, все сильно проще. Тут вот даже на парковочном транспаранте висит сразу логотипы Нью-Йорк, Нью-Джерси, точнее. Многие, кстати, думают, что Нью-Йорк Алендерс, Нью-Джерси и Нью-Йорк Рейнджерс – это все команды, которые играют в Нью-Йорке. Но, несмотря на то, что не все называются Нью-Йорк, они не находятся в самом Нью-Йорке. То есть, в центре Нью-Йорка есть только одна команда, которая играет на Мэдисон-Скуэр-Гарден. Я думаю, вы сами догадались, кто это. Соответственно, Нью-Джерси находится в городе Нью-Арк, и Алендерс играют сильно дальше от самого Нью-Йорка. Их арена прям очень далеко. По меркам, опять же, нашим, конкретно в Москве, там, например, проехать полтора-два часа в одну сторону – это не считается далеко, и люди стоят в таких пробках ежедневно. Но здесь это прям too much, и поэтому это считается далеко. Потому что, к примеру, если ехать сейчас из Нью-Арка до арены, где играет Алендерс, в самый час пик тут можно встрять как раз-таки на те самые два, а то, может быть, и три часа. Ань, я вот шел по городу и наткнулся на такую штуку – City of Newark. А что же за город-то такой Нью-Арк? Дай нам, пожалуйста, пару комментариев по этому поводу. Если честно, то Нью-Арк для меня всегда шел в связке с Нью-Йорком. Путь от этого города до Нью-Йорка всего-то 20 километров, ну и там по времени тоже не так много занимает. Сколько помню, наши ребята из Нью-Джерси в соцсетях часто появлялись вместе с игроками из Нью-Йорк Рейнджерс, из Нью-Йорк команд вообще. Но сейчас, глядя на мишины приключения в городе дьяволов, изучила материалы про местный колорит и, если честно, слегка в шоке от этого города. Вот первые же выданные поисковиком заголовки. Фанат Нью-Джерси зарезал человека за оскорбление любимого клуба. Или фанат Нью-Джерси изобразил логотип клуба полетом на самолете с помощью GPS. Вот это фанаты у клуба. Или фанаты Нью-Джерси начали троллить шестерки на пропустившего 4 шайбы. Но это еще лайтово. Или беспредел в Нью-Джерси. Фанаты бросали на лед еду и стаканы из-за трех незащитных голов. В общем, фанаты у Нью-Джерси очень эмоциональны, как мы можем понять. И вот тут неподалеку расположен респектабельный Манхэттен, богебный Бродвей, Уолл-стрит с 5-м авеню. То есть такой вот колорит и контраст получается. Начинаешь догадываться, почему Нью-Йорк называют кирпичным городом. Чем-то суровым от такого прозвища все-таки веет. Несмотря на 300 лет истории и статус одного из крупнейших финансовых и торговых центров на восточном побережье. Но все-таки была и другая сторона. Скажем, источники не из числа деловых и спортивных раскрывают город иначе. Нью-Йорк в конце 20 века считался одним из самых опасных городов США. С последние годы ситуация заметно улучшилась, несмотря на вот эти все истории с болельщиками. Но находиться ночью на улицах этого города по-прежнему опасно. Наши ребята, поигравшие в этом кирпичном городе, информацию подтверждают. Я по вечерам пешком старался не ходить. Говорят многие, звучит исчерпывающе. Делать контент из НХЛ нам помогает генеральный спонсор нашего канала, компания Винлайн. За что ребятам отдельное спасибо. Сейчас мы уже отъехали от Нью-Йорка и приехали в другой город, скажем так, пригород. Потому что, как я уже сказал, игроки НХЛ берегут себя, берегут свои семьи и не живут в городе. Поэтому мы сейчас прибыли к дому Егора Шаранговича. У него там есть собака, ее зовут Шарки. И была такая история, что когда мы у Дэна жили летом, Егор мне говорит, слушай, ты как к собакам относишься? Я говорю, да вообще хорошо, у меня у самого две. Он говорит, а, ну все тогда, у нас маленькая собачка, там проблем не должно быть, ну как бы предупреди, когда приедешь. Я, получается, предупредил его, захожу в дом и на меня просто выбегают Шарки. Собаку зовут Шарки, он просто бежит на меня и начинает лавить. Я собак реально не боюсь, но Шарки уникальный пес, очень красивый. И сейчас я вам постараюсь его показать. Поэтому вот так выглядит дом Егора, внешне, его машины. Егор делает правильный выбор, молодец, 17 номер, любит BMW, в общем, все красиво. Ну что, пойдемте стучать и заходить в дом. В этом году у семьи Шаранговичей произошло важное событие, они стали родителями. Так что сейчас пойдем, посмотрим, как они живут. Немного побеседуем о жизни, о насущных делах. Привет, привет, это Егор Шарангович, и сейчас покажу вам, где мы проживаем в Нью-Джерси. Это прихожая, и сразу мы поднимаемся наверх, где у нас зал, зона отдыха небольшая. Ну да, получается, у нас тут небольшая зона отдыха, но елку еще, можно сказать, почти разобрали, но оставили для красоты. Новый год, надо отмечать просто всегда, два раза в год. Нашего правителя лежанка, который уже раздрал, игрушечки его. А где Шарки сам, этот легендарный пес, почему он не лает, как во Флориде был? Ну да, почему ты тебя не полюбил? Да не, он сейчас с супругами его закрыли, чтобы он не гавкал. Это, кстати, когда я с выезда приехал, супруга мне сделала сюрприз, когда я 100 очков набрал. Конечно, было очень неожиданно и большое спасибо ей, но был сюрприз приличный. Я думал, это Нью-Джерси тебе шарики подарили, нет? Не, супруга. Дальше мы проходим, получается, кухня, зал, все вместе, обеденный стол. Ну, про кухню, что тебе рассказывать, про кухню. Раз мы пришли, я знаю, что твоя жена Даша, вообще, ваша история знакомства, что ты пришел к ней в зал, и там мы познакомились. Она посмотрела, как ты тренируешься, впечатлилась с тобой, завязалось какое-то общение. И, соответственно, Даша хорошо разбирается в питании, поэтому к тебе вопрос. Что есть, Егор Шаренгович, перед играми? Как ты восстанавливаешься? Что готовит жена? Может, какие-то есть лайфхаки? Потому что, насколько я знаю, она спец в нутрициологии у тебя. История, вообще, как мы познакомились, интересная, потому что это благодаря ковиду, можно сказать. Потому что, когда у нас сезон остановился, я решил поехать, ну, уже в Беларусь, наверное, отпустили. И когда я приехал, я такой, блин, надо тренироваться. И нашел Дарью в Инстаграме, чтобы через друга попросил, чтобы он ей написал и спросил, можно ли прийти на тренировку. Она согласилась, и вот, можно сказать, благодаря ковиду мы познакомились, и вот у нас уже семья большая. А да, супруга, получается, и нутрициолог, и тренер. И, получается, ну, перед играми, можно сказать, как и все, я кушаю пасту, и супруга мне только делает не курицу запеченную, а рубленые котлеты из куриное филе. Это вот традиционно я вот уже пьем третий год подряд одно и то же. Завтракаю обычно, когда уже появился ребенок-то на арене, и ужин, как когда, то Селман, да, ну, Дарья запекает. Ну, сейчас тоже так чуть тяжелее стало, но все равно она всегда готовит. Получается, тренера выбирал себе на лето по критериям красоты, да? Ну, это не на лето, это, можно сказать, в апреле, как бы только после сезона. И, ну, как сказать, немного потренировался, на самом деле, может, месяц где-то к ней походил, и потом уже, можно сказать, не тренер стал. Молодые ребята, мотайте на ус, как надо искать жен и в каких местах, самое главное. Я тоже согласен. После игр какие-то, может быть, напитки, спортивное питание, что употребляешь? После игр нам в команде, есть тоже наша команда Натрицола, которая нам всегда делает коктейли протеиновые восстанавливающие, и на арене тоже дают еду. Но все равно чаще, когда я приезжаю домой, супруга все равно мне что-то приготовляет после игры, перед ночью. Ну, как бы много не ем, на самом деле, после игры, чуть не знаю, почему это тяжеловато. Ну, вот смотри, сейчас родился ребенок, у Даши наверняка нет времени на то, что заниматься там какой-то кулинарией. Тут бы лишь бы за малышом уследить, у тебя, соответственно, тоже, ты не думаешь, что спец по работе на кухне. Как сейчас питаешься? Поменялось что-то в жизни или нет? Ну, по еде, на самом деле, как бы ничего не поменялось. Даша как меня готовит перед игрой, так и готовит. Хоть и ребенок появился, но все равно она находит время на это. Ну, на ужин я тоже иногда, мы любим стейки домашние пожарить, потому что у нас есть гриль, и Даша очень нравится, как я готовлю стейки. Говорит, что лучше, чем в ресторане, потому что даже когда вот я уезжаю на выезд, и она где-то может заказать с ресторана или что-то такое, говорит, нет, не могу вообще, невкусно, хочу твой. А так, ну, как бы все равно на ужин супруга готовит всегда. Ну, и у нас еще тем более есть няня, которая иногда может тоже посидеть с ребенком, и всегда найдется время на еду. Ну, я думаю, это драники, 100%. Так, первое, драники. Ну, белорусская кухня, ну, картошка, там, не знаю, может, картошка, что-то. Блин. Это так тяжело сказать. Ладно, оставляем драники. Нет, драники. Все, драники. Ну, на самом деле, тяжело сказать, которые топ-3 блюда. Да, блин, ну, мы любим, как бы, мясо запеченное под сыром, вот такое как-то называется. Я не эксперт вообще в кулинарии, я просто так спрашиваю, и с головой мне стало интересно, что, интересно, что едят белорусы. Ну, то есть, там, в России, как бы, все плюс-минус понятно, но нам было бы интересно узнать, как у вас там, в Беларуси, потому что некоторые люди будут смотреть, они даже не знают, что ты из Беларуси. Они тебя все равно считают нашим. Вот, это действительно правда. Это неправильно, да, блин, в Америке тоже, на самом деле, это немного даже бесит всегда. Просто уже пятый год, пятый год всегда исправляю пацанов, что, типа, говорю, да я не русский, я белорусский, как бы. А по идее, ну, блин, в деревню часто, типа, раньше, когда у бабушки, там, я не знаю, да и родители любили, типа, картошку пожарить с грибами, это топово, тоже, конечно, вкусненько. Ну, и когда у бабушки тоже летом проводили время, классно было свеженину поесть, типа, знаешь. Насколько правильно Егор донес до меня информацию, вот это вообще центральная улица Нью-Арка, она выглядит вот так. Здание компании, одноименность которой называется арена, стоит здесь, рядом с ней, в общем, все как всегда. Тут отель Мариотт, видимо, здесь живут игроки, скорее всего, может быть. Мне кажется, игроки живут в более безопасном месте, может быть, в Нью-Йорке их возят, но, в общем, центральная улица выглядит вот так. Зеленые надписи, много машин, вот такой общественный транспорт. Разные магазинчики, кафешки, обменники, сувенирные магазины, парикмахерские, все здесь. В принципе, не сказать, что центральная улица прям грязная. Я иду сейчас, не особо много мусора, его вообще практически нет, все чисто. Ну, правда, вот кто-то просто решил. Так, куплю пиццу, значит. Съем часть, а часть просто оставлю на дороге. Ну, что есть, то есть. Так, в остальном, вроде, не сказать, что прям грязюка. А в целом, неплохо, жить можно. Полицейская машина, долбит музычка. В общем, сегодня суббота, выходной, люди тусуются. Полиция, тем не менее, патрулирует все равно. Вот их машина, рядом они стоят. Смотрят, чтобы везде был порядок. Ну, как бы, конечно, есть и очень грязные места. Например, вот такие. Не хочу знать, что это, реально это кошка там или нет. Но, как бы, есть какие-то. Таких переулков их, на самом деле, очень много. Как и очень много здесь живет темнокожих людей, которые, знаете, такие ходят с какими-то пакетами. Много людей в оборванной одежде. Видно, что не то, чтобы не самый там большой у них достаток, но сами за собой как будто люди просто не ухаживают. Очень много люмпанов, маргиналов, бомжей. Позади меня стоит мужик. Он курит косяк. И здесь очень много тех, кто, опять же, курит траву. И тот, кто ведет этот бизнес прямо на улицах. То есть, ты идешь, в основном темнокожие ребята, они продают какую-то траву, какие-то аксессуары для этого всего дела. То есть, всякую ерунду. Даже паленые шмотки иногда. И вот просто вот посмотрите. Я не знаю, что это происходит. Вот сейчас пока вам рассказывал, посмотрите. Идет митинг за Black History. Темнокожую всю эту историю. Вот там полицейские стоят, охраняют. Вот байк, тут полицейские. И вот пошел какой-то митинг. Просто в течение белого дня. И вообще не знал, что это будет. Просто случайно получилось. Причем в этом митинге принимают участие даже белые ребята. Очень сильно запахло опять травой. И все даже местные, которые здесь проходят, они поднимают руки, типа, да, да, давай. То есть, ты чувствуешь себя в каком-то... Не хочется сказать, что какой-то паноптикум, да, но не очень приятное ощущение. Ну что тут? Холодильник, винный шкаф, посудомоечная машина. Тут островок детской. А, шутка детской еды, да? Ну да, получается, все баночки, бутылочки. Тут когда моются. Шутка на дереве ищет забавно. Тут посудомоечная машина. У Шарки отдельная полка у нашего посадка. Еда, тут одежда, всякие вкусняшки. Собака живет лучше, что некоторые люди помогут. Это мы только сегодня еще закупились. Нам важна дощечка, но они нам Даша подарили от клуба. Тут тоже с гравировкой, 17. О, это что такое? Тут нам, получается, перед прошлым годом нам дарили бутылки вина. Тут тоже с гравировкой. Бутылочка-то уже пустая. Ну, она уже пустая. Это, получается. Вау, красиво, смотрите. Да, вот каждому игроку. Сделано в Нью-Джерси. Это какое-то вино, которое делают здесь? Нет, это просто у нас... Джордан, Майкл. И тут вот гравировка тоже на каждой бутылке была. Клево. Ну, мы решили сохранить. Ну, правильно. Вкусное было? Уже не помню. Значит, вкусное, значит, все было хорошо. Так, это что за шайба? Сто очковка, да. Ага, как шарики, да? Вау. Ну, да. Слушай, ну, что для тебя значит вообще 100 очков в НХЛ? Вот какие у тебя мысли? Ну, ты осознаешь, наверное, уже, что как бы не первый год здесь играешь, не первый год варишься. Это какое-то достижение или ты такой, ну, как бы 100, жду 200, там, знаешь? Ну, блин, честно говоря, хотелось бы, конечно, быстрее достичь 100 очков. Потому что в этот сезон чуть-чуть не так, как я хотел складывается. Но все равно это большая цифра 100 очков в НХЛ, тем более в лучшей лиге мира. И, ну, все равно я считаю, это хоть небольшое, но достижение. Это на самом деле очень большое достижение. Открываем. Сейчас тебя поморожу. Ну, да, сегодня что-то прохладненькое. Как вообще здесь с погодой? В Коламбусе был, люди говорят, там, ну, точнее, не люди говорят, а там, знаешь, от 2 до 18 может произойти там в течение 6 часов скачок температуры. Так да, у нас то же самое. Типа, особенно этой зимой у нас вообще снега не было даже, наверное, ни разу снег не выпал, как бы, так, чтобы были сугробы какие-то. И сейчас даже взять, не знаю, дней 5 назад было тепло, а сегодня вот уже ночью было минус 6, оно как бы всегда меняется. Тебе нравится здесь климат? Мне, да, на самом деле. Ну, не знаю, он похож тем более с Белоруссией, но хотя, ну, этой зимой климат, конечно, что-то разный. Перепады, да. Потому что в Белоруссии там снега даже до сих пор с угробы лежат, а у нас просто ни разу даже не было снегопада. Вообще тебе нравится жить вот в, ну, ты не в Нью-Йорке, ты живешь в пригороде здесь, но в целом здесь тебе нравится жить? Нравится ли еда, нравится ли люди, нравится ли атмосфера, нравится ли общее поведение, там, не знаю, поведение людей на дорогах? Если так все в совокупности собрать, твоя такая рецензия по поводу вот конкретно Нью-Йорка и близлежащих пригородов, городов. Ну, на самом деле, да, ну, Нью-Джерси классное расположение. Типа, если вот особенно наши пригороды, тут считаются реально топовые, как бы, районы, и, ну, тут классно жить. И про людей вот даже могу сказать, вот, наш сосед идет, ну, просто он топовый сосед, который просто нам очень сильно помогает, когда вот даже мы уезжали во Флориду на лето. Эй, thank you! Так да, сосед вообще классный, потому что нам по дому, ну, не знаю, и мусора может выставить там, и прибраться в гараже там, ну, как бы. Серьезно? Да, ну, он знает код от гаража все это, он может там прийти, убраться. Сосед? Да, мы были два года, ой, два месяца во Флориде, он у нас убирался в гараже, типа, когда мы сказали, что мы скоро приезжаем, но он, типа, прибрался там. И при этом все, он живет вот в таком доме. Это как происходит? Ну, ему, типа, в прикол просто, потому что игрок НХЛ, он тебя уважает? Да нет, он, как бы, во-первых, когда мы приехали, он даже не знал, к кому, он просто сразу, как бы, начал просто вообще, типа, вот мои контакты телефонов, типа, звоните нам, ну, мне по любым вопросам, типа, вообще не стесняйтесь там, ну, как бы, в гости зовет, ну, конечно, сейчас чуть тяжелее выйти в гости, потому что ребенок появился и подарки дарит нам на каждый, как бы, праздник, там, ну, вообще, когда Кристин родился, тоже нам подарил золотой браслет с гравировкой Кристин, ну, как бы, вообще, целый пакет тоже на всяких принадлежностей, для ребенка мне холодно просто. А, да? Все, давай быстро здесь и потом просто. Ну, короче, да, сосед, ну, вообще, у нас классно. А почему так? Почему такое отношение, как ты сам думаешь? Да я не знаю, это просто человек хороший. Может, еще, знаешь, у него все дети разъехались, у него пять детей, наверное, ну, уже взрослые, все разъехались, и, может, он, типа, ему скучновато без детей, типа, думает, мы, ну, молодые, молодая пара, да. Ну, типа, и помогает нам во всех планах. Так, тут у вас дворик. Ты тут гуляешь с Шарки, наверное, с ребенком, да, иногда? Ну, сейчас зимой, конечно, мы просто Шарки выпускали на эволюции, он сам бегает все. Дальше прохладное. Песочница есть даже. И ты... Тут вообще дом такой прям для детей создан. Ну, да, потому что тут, ну, хозяин, который, у него два ребенка, они тут прожили, наверное, год или два, сделали для себя ремонт, и сейчас они переехали во Флориду и решили задавать в аренду. Все, понял, классный двор, такие деревья, небольшой какой-то пригод. Ну, летом тут лучше. Очень красиво, наверное. Когда все расцветет, ну, расцветет, тут, конечно, намного красивее. Да, классная лужайка, сарай, все как надо, в общем. И, соответственно, главная достопримечательность Шарангович Кук. Шарангович Кук. Все, пошли, давай. Винчик-то здесь распевали? Нет, мы тут рядом, ну, мы, кстати, еще ни разу не сидели. Тебе нравится это место? Тебе нравятся здесь люди? Вся культура? В принципе, ставим лайк, по твоему мнению, да? Да, да. Нет, тут, на самом деле, классные люди. Потому что, ну, все приветливые, все это, ну, в этих районах. И мы жили тут 5 минут от нашего дома. В прошлом году тоже у нас хозяин там вообще классный был, которого до сих пор мы с ним еще общаемся. Даже если, когда нам почта приезжает какая-то, на старый адрес он нам ее подвозит всегда. Ну, как бы, иногда билеты даем на игры. Ну, и нашему совету тоже. Но хозяин прошлого вообще, типа, нам и газон всегда стриг, там, и если что-то сломается, он сразу рабочего пришлет нам. Ну, короче. Молодцы. Ну, да, вот, типа, тут люди, на самом деле, и там тоже соседи были всегда приветливые, там тоже подарки дарили нам, и шарки подарки дарили, как бы. Вообще, конечно, топово. Так, тут обиделись шаркина, да, место. Все, понял. Идем дальше. Ну, тут, получается, обеденный стол. Ну, тоже, на самом деле, тут почти не кушаем, потому что кушаем на барной стойке. Сейчас времени как бы быстренько перекусить. Пять минут уже ребенок соскучился. Вот это, если ты слышал. Ну, это да, это стиральная машина, сушилка. Все, понял. Это то, к чему ты не прикасаешься наверняка, поэтому идем дальше. Почему? К пылесосу прикасаешься иногда. Да ладно тебе, рассказывай. Сейчас мы дальше встретимся, спросим у нее. Так, ну вот, вот она, самая, наверное, одна из самых важных частей в доме, исторически важных частей. Рассказывай. Ну, это, получается, нам клуб делает, когда ты первую шайбу забрался в Шунхелло клуб. Предлагаю сделать картину, получается, с протоколом пару фотографий. Тут указана тоже дата, когда ты забил первый гол, кто тебе передачи отдал, какому вратарю ты забил. Ну, и сама шайба тоже с матчем. Я подумал о том, что будет, наверное, неправильным. Говорить, говорить и ничего толком не показать на предмет города, насколько он там плохой, какие здесь проблемы. Поэтому сейчас 5.35, шестой час. Это ровно та рекомендация, которую давал мне Егор Шарангович, после пяти не выходить в город. Но будет странно, если я просто поговорю и не испытаю это на себе. Поэтому сейчас я иду на матч. Сегодняшняя игра принципиально не только тем, что будет 20-летняя годовщина в честь победы в Кубке Стэнли, но еще и тем, что в Нью-Джерси есть два непримиримых соперника, такие, скажем, дерби. Это, естественно, Рейнджерс. И вторая команда – это Филадельфия Флайерс, против которой как раз сегодня и будут биться ребята из Нью-Йорка. И в соответствии с этим хочу сказать о том, что нам несказанно везет попадать реально на дерби, на какие-то значимые события. Я думаю, что должен быть аншлаг сегодня. Цены на билеты свидетельствуют об этом, потому что я глянул все-таки цены на другие матчи регулярные. И они были сильно ниже. Там были даже 35-40 долларов, 60 за билет, в зависимости от команды. То есть сегодня действительно все билеты раскуплены, sold out. Остались только дорогие билеты. Но в общем и целом, в принципе, Нью-Джерси по-прежнему остается самым демократичным и доступным для похода на игры клуба. Клубом, потому что ценники взвинчивают только на такие события, как сегодня. Годовщина, дерби можно и прибавить. Так, билеты дешевые. Поэтому первое, что я хотел вам сказать по билетам. Второе, про то, что я хочу сейчас протестировать все-таки атмосферу города на себе. Как оно есть на самом деле. Будет ли что-то интересное, опасное. Как говорится, шило в жопе имеется. И приключения. Мы к вам идем. Надеюсь, ничего серьезного не случится. Но что-то интересное все-таки мы здесь найдем. Короче, я иду. Вот этот мужик орет мне. Я прошел мимо него раз. Он что-то орал. Второй раз опять орал. Но он просто... Сейчас я уже могу перевернуть, чтобы было удобнее говорить. Просто когда я прошел мимо него, он стоял, смотрел головой в асфальт. И плевал на пол. Потом увидел меня. Потому что других людей здесь не было. Ну и давай что-то орать. Не знаю, пока на самом деле не так все страшно, как говорят. Либо мне просто... Мне пока фартит. Но я уже прошел больше половины маршрута. Уже практически подхожу к арене. Ну все плюс-минус хорошо. В общем и целом, город реально бедный. Если вы так посмотрите, вот эти все люди, которые стоят, из них очень много людей без определенного места жительства. Они выходят на улицу, потому что на остановках есть электричество, которым они могут подзарядить телефоны. У них есть телефоны. Очень много валяется одежды. Не знаю, либо где-то они ее находят просто. И понимаю, что она им не подходит. И выбрасывают. Но пока я иду, я уже почти подошел к арене. Я еще не встретил ни одного фаната. В какой-либо Джерси, в майке, в майке Филадельфии, или в майке Нью-Джерси. Фанатов нет от слова совсем. И цены на билеты могут быть обусловлены еще последними успехами команды. Потому что в этом году команда играет хорошо, но в последние годы она выступала, откровенно говоря, слабо. И может быть поэтому, чтобы хоть как-то стадион заполнялся, такие цены на билеты. Пока, к сожалению, фанатов нет вообще никаких. Но очень много реально людей странных. Видите, мужик сзади меня сидит, что-то еще делает. Они то сидят, то стоят. Многие вообще на улице. Видно, что состояние у многих просто невменяемое. Вся одежда порвана. Кто-то ссыться прям под себя. Это все воняет. Не только на улицах, но и прям в них. Может поэтому и нуждаем другая одежда. Короче, ужас. Реально по ноптикум полнейший просто. Но зато желтые вот такси, как в Нью-Йорке. Но на самом деле город неплохой. Он когда подсвечивается, даже все не так выглядит удручающе, как днем. А еще здесь очень много людей. Вот какой-то мужик, видите, сзади меня. Он стоит в маске, и многие из них закрывают свои лица. Сейчас еще вот покажу вам людей, которые слева от меня находятся. Они в большинстве своем закрывают лица и выглядят как-то вот так. То есть они стоят у этих всяких супермаркетов, ищут какую-то, не знаю, там еду, может быть, халявку, халтурку. Но здесь уже спокойно, потому что здесь все патрулирует полиция. Они прекрасно в курсе всей ситуации в городе. И очень много людей, которые зачем-то себе закрывают лица. Либо масками, либо специальными горловинами. Во-первых, да, конечно, безусловно, здесь холодно, но здесь не такой холод, чтобы прям закрывать свои лица. И не думаю, что они это делают из цели того, чтобы согреться. Поэтому криминальных моментов здесь очень много. Вот стоит патруль обязательный. Мужчины в зеленых, в таких кислотных нарядах все патрулируют. Но по-прежнему я уже почти у арены, и до сих пор я не вижу ни одного фаната. Просто ноль. Странно, очень странно. Либо они все прям приезжают туда к парковке, либо я не знаю, как это происходит. Вот так регулируется движение. Мужик со свистком кричит и направляет всех кого куда. А вот так в барах фанаты уже готовятся к игре. Разминается, в принципе, аналогичная история. Вот так заводят болельщиков. То есть вот отсюда уже все стоит. Паркинг, который, как вы помните, был пустым, уже полностью забит людьми. Народ здесь не предпочитает стоять, как я понял, на улице. Все идут уже акцентированно прямо внутрь, в самую глубь арены, потому что до матча мы шли примерно 30 минут. Сейчас уже 6, и, соответственно, мы прошли, слава богу, без приключений. Поэтому не так все это дело страшно. Но риски есть, и они очень велики. Я бы, конечно, не хотел, чтобы моя жена, там, допустим, дети и родные ходили по этим улицам. Это реально очень опасно. Но ощутить этот экспириенс было нужно. Послушать еще пару комплиментов в спину, чтобы ты сдох и так далее. Еще какие-то вещи нелестные, когда не оборачивался на этих людей. Поэтому, друзья, вот так. Теперь этот отзыв дополняется реальными фактами и честными оценками, что все действительно так, как говорят. Не стоит выходить здесь никуда на улице. Есть вот такие лимузины. Вот, кстати, посмотрите на парковку, видите, просто все заполнено. здесь получаются фотографии. Тут у нас получаются командные фотографии, которые, можно сказать, в середине сезона делают, и потом нам на следующий год их дают. Но мы тут просто решили повесить это, что мы видели. Это вот затем мне брат подарил. Вроде бы перед отъездом в Америку, чтобы я всегда не забывал о родных. Тут конечек тоже 17. Ну, это трава зайчик. Тут с этими мини-клюшкой, когда ему вручали, когда он отграл тысячи игр в NHL. Это тоже, не сломать бы. Вот, получается, гравировка есть тоже маленькая, если ты его видишь там. Очень много у тебя таких трофеев, аксессуаров интересных, всяких памятных. А это, соответственно... Это мне тоже брат, получается, подарил, чтобы я, как всегда, не забывал о родных. Тут мяч. Тут это... Это для малыша. Даша занимается с ними всякие упражнения. Ух ты! Все это, да. Спортсмен растет. Так, да. Любому. Так, ну, одно из главных достояния этого дома это вот этот вот попугай. Как его зовут? Его зовут Хэм. Хэм? Да, ветчина. Потому что, если вы шарки съест, типа, ветчина для шарки. Нормально, это делаешь попугайчик. Ну, это у нас он появился только две недели назад. Но еще до сих пор иногда побаиваются, но всего прикормить, там, дать бананы или что-нибудь такое, он тогда может его и на палец взять и поддержать. Он маленький, да, еще? Ну да, ему, не знаю, наверное, месяц. Даже, наверное, меньше по возрасту. Вот. Шарки нельзя? Ну вот. Твой друг. Вот это легенда просто. Это легенда. Легенда. Это малыша. Нельзя. Сори. Нельзя. Шарки. Шарки. Все. Знакомимся. Это подписчики, Черкас Атлант смотрят на тебя. Ты все, ты же хороший мальчик. Да он просто пред передает. Он говорит, пацаны, смотрите выпуски. Нельзя голос. Блин, он на самом деле добрый, не знаю. Ты мне тогда первый раз так же говорил, когда я приходил. Да он добрый, он нас вообще не лает, не кусается. Ну, до сих пор к соседу вот нашему не может привыкнуть и вот к тебе. К соседу, который вот этот хороший мужик. Да, да. Он видишь, он просто на хороших людей видимо так реагирует. Все, Шарки, нельзя. Ты сегодня звезда, понимаешь? Тебя сейчас будут смотреть люди. Нельзя. Поэтому лаять нельзя и рычать тоже. Давай этот. Пошли, где мамочки? Идти к Даше. Так, ну тут у попугая просто люкс. Тут вообще колокольчики, вода, тут эти. Ну, нам сказали в магазине, типа, что для попугая это самые главные игрушки, что были. Потому что, если будет мало игрушек, типа, ему будет скучно. А вы его прям выпускаете? Он тут летает? Ну, типа, ну, он еще как бы так не сильно умеет летать. Ну, еще маленький, а так, ну, типа, у нас клетка всегда открыта. Как его шарки не ест? Не успевает? Ну, еще не пытался, как бы. А, даже просто нюхает? да, лижет. Вроде бы не хочет пока съесть. Это же было, даже иногда он сам с клетки вылетает, когда мы уже куда-то уехали, когда шарки с Хэмом остаются дома одни. Типа, Хэм иногда как-то открывает клетку, вылазит, ну, остается жив, как бы, так что нормально. Ну, как-то экзотический такой, да, какой-то попугай, там, красивый такой, красный хвост. Green chick называется. Очень красивый. Зеленощеки, краснохвостый. Зеленощеки, краснохвостый. Да. Так, щеки реально зеленые, хвост реально красный. Вас не обманули? Да. Ты, вообще, первый белорус после пятилетней паузы, который заиграл в НХЛ. Про Егора Шаранковича. Давайте подробнее остановимся на этом игроке. В свои неполные 25 лет уже он может считаться легендой белорусского хоккея. Еще бы, в одной из самых хоккейных стран Европы кризис при смене поколений затянулся настолько, что 5 лет не было своего представителя в НХЛ до момента, как нападающий заблистал уже, можно сказать, в Джерси, в Нью-Джерси. Как бы это ни звучало. Для красоты повествования так и подмывает рассказать трогательную историю, как он взял знаковый для постсоветских стран номер в честь Валерия Харламова. Достаточно смело, но на деле все оказалось куда прозаичнее. Майку с 17 номером папа купил маленькому Егору, когда тот только делал первые шаги на льду. Так или иначе, даже для самых ярких носителей культовых цифр на спине путь на самый верх не для прогулочного шага. В 14 лет Егору ломают бедро, здравствуйте, полгода вне хоккея, но уже в 17, ох уж это магия чисел, да? Помните про 17 номер? Шарангович дебютировал в национальной сборной вообще без опыта игры на взрослом уровне, а в 18 забросил первую шайбу на чемпионатах мира в первой же игре. В юниорской сборной по своему году он, понятно, затащил команду в элитный дивизион после шестилетнего пребывания рангом ниже, а по молодежке играл на МЧМ, где стал вторым бомбардиром команды после хорошо известного российским болельщиком Максима Сушко. С такими вводными прямая дорога на драфт НХЛ, но в Северной Америке к белорусам успели немножко охладеть, не берусь судить почему, ходили слухи, что черная метка вызвана чуть ли не приключениями скандальных братьев Костицыных вне льда. Они были и здесь, эти приключения, я думаю, многие болельщики клубов КХЛ это помнят. Интересно, что североамериканский наставник сборной Беларуси Дэйв Льюис принимал такое деятельное участие в судьбе своего талантливого подопечного. Он пиарил его генменеджером НХЛ. Но акулы от хоккея по каким-то неизвестным причинам два года проходили мимо этого игрока. Так или иначе, Егор ушел обе рейнджером в 20 лет под 141 номером его как раз застолбил Нью-Джерси. Любопытно, что через несколько пиков выбирал Торонто, представители которого уже как раз таки заносили в свою базу данных белоруса, и если что, я думаю, Торонто бы с удовольствием забрали этого игрока. Пятый раунд, как мы знаем, не дает вообще никаких гарантий. Два года в АХЛ без каких-либо намеков на прорыв, но настала пандемия, так много поменявшая в жизни вообще всех нас. В случае с Ширанговичем это изменение в лучшую сторону. Аренда в КХЛ в Минское Динамо и на родной земле вот он, как раз таки цитирую белорусские СМИ, выстрелил так, что до сих пор в ушах звон. Куча голов, топ-5 списка бомбардиров, капитанство в 21 год. Ну и как раз таки тогда был пандемийный сезон, сезон НХЛ возобновился, не сначала, как мы знаем, его забрали как раз в Нью-Джерси. Там он получил шанс сразу же в первое звено к Джеку Хьюзу и Кайлу Кальмьери, куда, кстати, изначально рассматривался Никита Гусев. Первый гол во второй игре против Бостона, шанс жизни, можно сказать, реализован. Не все в дальнейшем шло супер гладко и по линиям дьяволов Беларусь путешествовал немного, но 52 гола вместе с 53 передачами в 191 игре на момент записи нашего спича. Прозвище Шаран Голович от болельщиков получил. Контракт новый свой переподписал на сумму 4 миллиона долларов. Ну и также репутацию беларусов в главной лиге мира, скажем так, возродил. И как пишут на родине нашего героя, теперь заставляет своих соотечественников заводить будильники, чтобы смотреть матчи Нью-Джерси. Говорю же вам легенда. Давай немного своих эмоций относительно первой шайбы для начала, а потом относительно всей ситуации. Почему, по твоему мнению, была такая белорусская пауза в НХЛ и каково это быть главным белорусским хоккеистом конкретно сейчас? Да, это и нет. Ну давай вот прям все, давай, как ты, конкретный игровой момент, как ты там думал, во время того, как ты играл. Да, игровой момент, что там сначала Бостон производил атаку на нас, мы там как-то что-то отбились и потом в полмэрии отдал сначала передачу Северсону и Северсон вообще с разворотов отдал мне в 1-0 и там я даже не видел сколько на самом деле времени оставалось и оказывается там оставалось там 1 секунда и 7 миллисекунд как бы до конца я в 1-0 выбежал и на самом деле хотел верхом броситься и она короче между ног ему попала и но эмоции конечно вообще неописуемые потому что это вообще незабываемые на самом деле эмоции но жалко конечно тогда на то время это был ковидный год и у нас когда вообще не было фанатов это конечно чуть обидно потому что если бы еще фанаты были то вообще были бы еще другие эмоции ну а так это вообще конечно не передать но что за 5 лет первый Беларусь ну блин я не знаю может просто даже вот на данный момент больше начали уделять времени знаешь молодым игрокам больше их развивать Даже в КХЛ тоже Минская Динамо сейчас берет достаточно молодых, которые на самом деле играют и получают игровое время, и за которыми следят. И на чемпионате мира тоже раньше, знаешь, молодых. Сначала как Дэйв Льюис взял меня. Я думаю, это тоже благодаря этому, когда тебя, знаешь, увидели, когда ты поиграл в возрастном чемпионате мира, там, 18-19 лет, и когда за тобой уже, знаешь, начинают следить, а потом уже в КХЛ тоже очень много скаутов, которые наблюдают, за молодыми игроками. Я думаю, в этом проблема, что раньше, может, не так сильно развивали беларусь, но молодых беларусов, как сейчас. В Беларуси, по своему мнению, подрастает много топовых игроков, которые могут играть на уровне, например, КХЛ, НХЛ. Просто по факту у них не было должного внимания к ним, потому что все думали, ну что там, как бы Беларусь, никогда не славились хоккеем, но тем не менее там есть, скажем так, свои алмазы, бриллианты, да? Я думаю, что да, даже вот сейчас просто самое главное, как и всем, ну вот даже вот как в НХЛ, когда тебя задрафтовали, ты вот 18 лет, знаешь, в лигу пришел, тебе все равно вот дают ошибаться, дают играть, но не так, как вот даже часто вот в Беларуси, ну в Беларуси, там в КХЛ вот, когда молодой, знаешь, ошибся, и тебя сразу посадили. Тут такого нет. И вот мне кажется, вот сейчас даже, когда вот Динамо дают сейчас молодым играть беларусами и дают ошибаться, знаешь, все равно приходит уверенность и приходит мастерство от этого. Я думаю, в этом и успех сейчас, потому что очень много молодых, которые сейчас подрастают и которые играют и в юниорских лигах, канадских, и в АХЛ сейчас тоже у нас пару ребят играют, которые, я думаю, на подходе. В общем, в Беларуси хоккей развивается и все еще только впереди. Я думаю, что да. На матче Нью-Джерси приезжают вот на таких лимузинах. Это прям самые козырные ребята. Судя по всему, наверное, вот это центральный вход. Поэтому отсюда в основном идет больший поток фанатов и людей действительно много, стоит на одном входе. Посмотрите, какая очередь. К вопросу любителей очередей в Америке, есть вот этот вход, и все идут почему-то в него, хотя там с другой стороны и второй. Никаких активностей нет на улице, никакой интерактивной части вообще, ничего. Просто есть вот эта аллея, которую я вам сегодня показывал днем. Вход, все, соответственно, заходят, ну и как бы на этом все оканчивается. Поэтому около хоккейной атмосферы, скажем так, никакой. Посидели в баре, приехали из квартир, поставились на парковку, быстро вышли, зашли в арену. Потому что А опасно, Б холодно и В, видимо, здесь просто это особо никому не нужно. Потому что, мне кажется, Нью-Джерси далеко не из тех клубов, которые сильно развивают медийку. Но, как говорится, дело не в медийке, дело все в игре на поле, поэтому, что могу сказать. Сейчас мы должны сделать лишь только одно, в прямом смысле, без каких-либо литературных приемов. Я могу вам сказать о том, что мы направляемся в самое логово дьявола. Друзья, добро пожаловать на матч Нью-Джерси Девилс. Let's go. Так, ну вот вышел мужик вот этот. В костюмчике. Который подсказывает болельщикам Нью-Джерси, что у них на арене есть второй вход. Потому что сами они по какой-то удивительной случайности этого не знают. И поэтому, what the fuck вообще. Еще у Нью-Джерси есть такие, короче, лакер-румы. Вдруг, если что-то у вас есть, надо оставить. Вы можете сосканировать вот это, ввести какой-то тут код, в общем. И оставить вещи здесь. Это, на самом деле, достаточно удобно. Не знаю, конечно, насколько бы я сделал это конкретно здесь. И насколько они надежные. Но это очень удобно в том плане, что часто бывает, что ты берешь с собой, что ты не разрешают проносить. И вот так можно оставить. Но если, конечно, это не что-то ценное. Но так прикольно. В общем, есть вход для стафа. Есть вход для нас. Приглашенный, типа как. Ситуативный от ивента стаф. Есть VIP-вход. И там заходят игроки. Так что, пойдемте вовнутрь. В общем, на охране в Нью-Джерси вообще не пройдете. Тут серьезное подразделение сидит. Подразделение называется воздушные шарики. Которые могут лопать шарики 24 часа в сутки. Классная работа. Конечно. Еще и с такой средней зарплатой. У нас бы сейчас все охранники бы кайфовали. Кстати, вот еще перед игрой решил заглянуть второй раз на тренировочный каток. И сказать о том, что считается лакшери, когда у команды два катка на одной локации. Чтоб форму не перевозить постоянно. И вот, кстати, у Коламбуса так. У Нью-Джерси так. Несмотря на то, что во время раскатки сегодня он был пустой. Но, тем не менее, это хорошо. И здесь скоро будет проводиться большой детский хоккейный турнир, на который меня тут приглашали. В общем, дети здесь тоже занимаются и делают это весьма успешно. Так, мы вошли с входа. Черного. Черный, конечно, так по-разному теперь воспринимается на самом деле это слово. В общем, мы зашли со входа сейчас. Тут эскалатор, который поднимает нас наверх. Не совсем какой-то основной, потому что народа там не было. И вот сейчас я вам покажу под трибунку в Нью-Джерси. Она, кстати говоря, интересная, потому что она просто, знаете, полностью белая. И ты не понимаешь, ты на хоккейной арене или в каком-то... Ну вот, например, вот если я вам покажу сейчас, вы не поймете, в госпитале я нахожусь, на арене, в каком-то офисном помещении. То есть, если так все убрать, стоит какой-то стол, там какие-то вещи происходят, лифты. Вот так все это выглядит. Ну и потом, конечно, когда уже... В общем, показывается атмосферка, все эти красные майки фанатов и так далее, все встает на свои места. И выглядит она как-то вот так. Но с под трибункой разберемся позже. Тут, можно сказать, зона отдыха. Чил. Чил-зона. Ты там будешь стоять и слушать? Так, шпион. Два шпиона. Все, они подслушают. Топ-3 любимых фильма. Можно даже с сериалами. Фильмы-сериалы давай вот так. Топ-3 фильма. Да, какие у нас любимые фильмы? Это тяжело. Вы все вместе, да, смотрите? Сваты. Вот сваты просто у нас всегда идут. Серьезно? Да. Вау. Мы же, наверное, пересмотрели их, наверное, раз в 10. Необычно. Давай один. Ну, люблю Марвел фильмы, на самом деле, все смотрю, просто, наверное, все я пересмотрел. Проходки в доту? Это парево. Это неправда. Что такое? Что такое проходки? Ну, просто смотрю, как там, ну, пацаны играют. Ну, эти стримы, да, вот это все, стримы, сваты и этот... Ну, и Марвел. Марвел, все. Ну, Марвел, на самом деле, это, да, для меня это топ, наверное. А твой любимый Марвел фильм? Ну, герой. Герой, наверное, Тор и фильм, наверное, Мстители, Финал. Все, отлично, разобрались. А где PlayStation? PlayStation или Xbox? PlayStation нет. Нет? Да. Мне просто не нравится. Я раньше у меня был, типа, года три назад, когда в Ахэл был. Но там я во что играл? Я только играл в Ахэл и в фифу. А так, в стрелялке, в гоночке. Неудобно на джойстике, не знаю, не могу. Но ведь до сих пор это старая школа, типа, компьютер. Так, смотри, это зона релакса, поэтому сразу прилетает вопрос. А как ты любишь восстанавливаться? Кто-то делает штаны, кто-то использует тараган, пистолет, кто-то холодные ванны, у всех свои фишки. Какие фишки у тебя? Ну, холодную ванну, это больше на арене, типа, там и... Делаешь, да? Да, ну, холодная ванна, либо теплая. Ну, там, сначала теплая, потом холодная. Ну, дома, ну, даже пистолет подарил, но иногда, иногда балуемся. Ну, так дома просто отдыхаем, и все, как бы, такого домашнего, чисто восстановления сильного, ну, как бы, нет. О, какой мотоцикл? Это ты собрал? Да. Да, получается. Это, это, не, мотоцикл, это мы просто же, да, купили его. Это мотоцикл, когда мы летели, кстати, из Белоруссии, и в Турции купили в аэропорту. Ну, ты его собирал, но он уже собран был? Нет, сам все собирал, и ты, не знаю, ну, уходит, наверное, неделю, чтобы собрать. У всех есть лего, у чинаха лего. Пять часов? Ну, блин, да, мотоцикл, да, быстрее собрал. Это машина долгая. Ну, машина, машина сверху, да? Машина еще, машина есть сверху. Ну, очень круто, тут вся информация про него написана, значит, вот такой мотоцикл. Ну, вот лего. Не, на лего, на самом деле, нравится, собирает. Но сейчас тоже, как бы, мало времени, потому что я хочу то еще купить и эльфовую башню, но там появилось новое, но Даша говорит, нет. Ты прям следишь, да, за лего, за этим обновленным? Да нет, он просто в инстаграме, когда попадается, я вижу там, ой, эльфовая башня или титаник, но там это слишком много деталей, там, не знаю, это займет недели где, наверное, точно собирать. Ну, это вчера, которое на игре давали. Но это не мне, это Даша дали. Твой еще будет в кризисе просто. Да, это по приметам нельзя. Ты веришь в приметы? Есть. Серьезно? Чутка, да. Прям серьезно загоняешься или... Ну, как когда? Ну, Даша иногда замечает тоже, типа, когда костюм, я не знаю, заберешь костюм, не меня. А, да? В одном дом же ездишь? Да. Так, а еще какие есть? Перед игрок, клюшку там мотать или плейлист? Ну, с левой ноги там всегда конек, щиталка с левой ноги. Все, с левой части, получается, начинать одевать. Я не знаю. Ну, это такое. А музыку какую перед игрой слушаешь? Не слушаю. Не слушаешь? Да. Ноль музыки. Почему? Да, я не знаю, просто... Настрой? Тишина. Ну, то есть, когда в машине едешь, нет там плейлиста, там, перед игровой, например. Ух ты, любишь спокойствия и так подумать, да, настроиться, обстоятельства. Ну, да, как бы, я не знаю. Ну, музыку как-то с детства я не слушаю и все. Ну, если только когда вместе с Дашей едем, тогда она включает музыку. Точно, мы с тобой, когда были во Флориде, я тебе еще говорю, о чем мы без музыки? Ты говоришь, так я вообще ее не слушаю. Ну, да, потому что, ну, честно, на телефоне я можешь даже увидеть, как бы, ноль плей... Как бы, ноль. Ничего нет. Серьезно? Да. Прикол. А как же тут слушаешь радио, если так один едешь, например? Да ничего вообще, просто... Вау. Это очень нервный. Тут сидят вот возрастные ребята, инвалиды, те, кто, опять же, как-то купили эти места. Отдельный подиум у них на все это дело. 35 минут до начала игры. Соответственно, я так понимаю, что-то 19 минут до начала раскатки, что ли, идет сейчас отчет. И подъем. Около стороны, где будет сейчас Нью-Джерси разминаться, сколько людей. И там вот все забито. Везде плакаты, плакаты, плакаты. Арена, благодаря, конечно, всей раскраске изменилась и выглядит намного лучше. Так, мы сейчас пришли, чтобы посмотреть, как выходят игроки. У них вот такой тут есть знак. Прямо наверху. Вот он. Отражается еще вот сюда. И сейчас отсюда они будут выходить. Туда, внутрь. Туда поближе просто не пройти. Там все в людях. Но мы постараемся хотя бы посмотреть со стороны. Вот такой у команды выход, видимо, судя по всему. Не понимаю, почему ступени. Неужели они по ступенькам поднимаются? А с той стороны парень один катается. Видимо, новенький. Сейчас уже вся команда вышли. Такой пранк есть в NHL. Когда новичок выходит, его одного выпускают. Типа без команды. Просто угореть над ним. В общем, все. Команды вышли на раскатку. Фанаты потихоньку рассредотачиваются около стекол, чтобы занять все свободные места. Именно фанатская поддержка такая приличная здесь, реально. Друзья, я никогда не говорил по поводу раскатки. Раскатка в NHL вообще ведет от 12 до 15 минут. Некоторые игроки просто вышел, там две шайбы бросил. Здесь чуть-чуть покатался, ушел. Просто для вида это делают. Ну, потому что понятно, когда там у тебя 80 плюс игр, плюс еще тренировки, плюс раскатки утренние, еще эта раскатка, она ни к чему. Поэтому на нее многие просто забивают. Но поддержка фанатская здесь приличная. Посмотрите, сколько людей около стекол. Вот это все фанаты. Очень много плакатов. Видно, что команда на волне, команда в городе на слуху. Все жаждут побед, жаждут матча, поддержать своих любимых игроков. Причем очень странно, что выход игроков на лед находится вот здесь. А тренер, ну, скамейка вот здесь. То есть как там туда тренеры просачиваются, я не знаю. Где-то в подтрибунке, может быть. Я не помню, у кого еще такое есть. Я такое видел только на CHL. В принципе, по раскатке чего-то необычного нет. Упражнение все то же самое. В принципе, классическое, как у всех. Абсолютно ничего нового не придумано. Просто единственное, что действительно много людей. И сегодня, мне кажется, прям такой аншлаг соберется. Очень много желающих, очень много людей. И чувствуется опять, знаете, предматчевый такой заряд, ажиотаж. Все, шоу начинается. Добро пищи. В следующем году в Стэнли-Конн-плей-оффе. Девчонки хотят победить 16-е годы. Это будет круто. И это сделает. Джерси вверх. В следующем ряду. Бостон вверх. Вот они идут. Это может быть очень хорошо. Сейчас показывают такой фильм о том, как это было, как происходили серии, каждая серия плей-офф на пути к Кубку. В 2003 году. Вот раунд 4 против Анахай. В общем, представляют сейчас весь состав чемпионский. Все выходят по этой красной ковровой дорожке. И все им аплодируют. Наши игроков посадили на лед на лавочку. Не на своей скамейке они стоят. Лула Морелла вообще жестко освистали весь стадион. Видимо, не очень хорошо, походу, к нему относятся здесь. Сергей Брылин. Вот наш Сергей Брылин вышел. Его здесь уважают. Хорошие эмоции болельщики выражают при объявлении его имени. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ ИНИЧЕСКАЯ СИГНАЛ АПЛОДИСМЕНТЫ В 2003 году, номер 30, Матыш Мурландор! Ну, Бродо тут просто в отчете, ребят. То, как его приветствует, не приветствует никого. Даже Нидермайера так не приветствует. Пока смотрел всю эту церемонию, все это чествование, пришел к одной мысли во время просмотра хайлайтов, что вот раньше реально ведь был другой совершенно хоккей. Потому что сейчас он такой, знаете, более современный, более прилизанный, уже мало игроков, которые играют без визора, мало игроков, которые имеют эти громоздкие какие-то перчатки, там, типа ТПС или клюшки Мишин, знаете. Вот это такой олдскульный хоккей, когда настоящие просто... Я не говорю, что сейчас там не играют в хоккей мужики, но просто раньше вот, знаете, настоящие такие олдскульные мужики выходили без визоров и просто рубились не на жизнь, а насмерть. Сейчас, конечно, хоккей стал сильно другим. И когда они вот наверняка так собираются, знаете, там, Брадо, Нидермайер, там, остальные хоккеисты, они собираются и наверняка вспоминают, о, помнишь, как раньше было, как мы, как мужики настоящие играли, не то, что сейчас вот это. И круто, что они встречаются вот так, вспоминают, и их народ, самое главное, знаете, помнит, народ знает эту историю, народ поддерживает, и это объединяет так всех вместе. Казалось бы, да, просто, ну что там, ну, растерили эти ковровые дорожки, ну, вышли они, ну, там, показали кубок, показали трофеи, ну, назвали, затянули время, затянули начало игры. Но эта мелочь, она настолько является важной в общей коммуникации, в общей картине, что она связала вот болельщиков, историю, клуб, легенд, да, еще раз напомнить о том, кто вы, откуда, как там выигрывали кубки. В общем, круто окунуться, так сказать, в эти воспоминания, и потом вернуться, и оказаться в реальности. Поэтому такие вот фишки, такие вот небольшие акции, они, на самом деле, играют очень важные роли в общей коммуникации между игроками, клубом и болельщиками. Поэтому круто. Так, тут, получается, детский коврик. Или как он называется? Детский мат? Детский коврик. Да все, закрой дверь, пожалуйста. Когда ты послушаешь, я стесняюсь. Тут игрушки ребенка, картинки, за которыми он следит. Это, получается, с детства, знаешь, его еще тяжело цветать, все разбираются, и тут больше такие черно-белые, красные. Это его игрушка, на которой он лежит, знаешь, руки под локти. Его креслице, которое нам, кстати, в команде подарили. Они джерси, да? Да, да. Ну, которое типа укачивает, но он тут не спит вообще. Сама автоматическая, да. Тут музыка всякая. Ну, тут он вообще просто не любит спать, вообще не засыпает ни капли. Только на руках. Слушай, ну каково это быть отцом? Тем более молодым отцом. Да, блин. Ну как у меня отца жить? Да не сильно. Для меня. А, за что? Да нет, на самом деле все равно это топ. Это реально классное ощущение. Потому что даже еще, знаешь, самое главное, что во время родов тоже было с Дашей, когда ты все это увидел, типа, ощутил. Прямо там, когда были сами роды, ты прямо стоял с врачами вместе? Да, да. Полностью. Да, полностью, да, с Дашей вместе проходил. Сам принял это решение быть там? Ну, да, мы сразу как бы, когда только забеременел, сразу сказали, что будем рядом. Не страшно было смотреть на все? Ну так, блин, конечно, эмоционально, знаешь. Хочется как-то помочь, если ты нечем поможешь. Типа, хочется что-то сказаться, даже наоборот залиться. Типа, я врачей служу, типа. Ух ты. Знаешь, когда после родов скин-то скин, типа, ребенка, ну, тебе прикладывают. И уже был... Я не знаю, как сказать. Вот эту музыку у нас сегодня. Да, и сейчас сразу ребенка мне вот дали. Это, конечно, вообще... Счастье? Да, вообще просто. Да плакали, моя счастье. Что тут сказали? Лучше, чем первый гол в НХ? Да, я думаю, конечно, это 100%, потому что это лучший вообще момент в жизни. Как считаешь, если Стэнли выиграешь, Стэнли будет лучше, чем этот момент? Ну, это тяжелый вопрос. Но все равно, как бы, ребенок на первом месте. Но семья все равно на первом месте. Как жизнь поменялась? Подготовка к матчу, вообще общие какие-то, может быть, порядки в доме? Потому что ребенок, это все равно меняет жизнь твою, семьи, Даши. Всех вместе. Вот, можно сказать, перед игрой, когда я приезжаю после раскатки, ну да, ребенка, получается, наберу, наверное, на минут 30 только, чтобы Даша мне приготовила покушать перед игрой. И потом уже супруга полностью занимается, а я уже иду спать вниз в басмент на нулевой этаж. И также уже после родов, можно сказать, живу там уже два месяца. Потому что это, конечно, большой плюс. И это благодаря супруге, которая реально понимает, что нужно восстанавливаться, нужно хорошо спать перед играми, перед тренировками. И это большое ей спасибо, на самом деле. Потому что мне каждая супруга так даст мужу высыпаться. Ну, знаешь, чтобы восстанавливаться. И это, конечно, большой плюс. Так что вот два месяца живу с мужем. Даше урожаем респект. Да, это сто процентов. Ну, а так, ну, конечно, в выходные дни сразу, ну, на прогулку вместе ездим гулять. И, на самом деле, сразу больше все равно времени проводишь с ребенком. Ну, компьютерные игры сразу, конечно, отпали. Потому что, ну, иногда только, конечно, разрешают мне сыграть там одну игру, может, две максимума. А так, ну, как бы, да и сам понимаешь, что надо все равно помогать. Потому что Даша то не высыпается, как бы. Ну, сейчас тоже чуть получше началась. Ну, начал Кристиан спать. Ну, а так, конечно, больше тяжело это ночью, что, ну, знаешь, когда не высыпаешься, тогда уже все равно настроение все равно чуть хуже становится на день. Как имя выбирали? Имя выбирали очень долго, на самом деле. Это было тяжело. Споры были? Споры. Ну, драг не было, но споры были. Потому что имя... Мы выбрали имя перед тем, как мы поехали в роддом только. Потому что мы придумали очень долго. Сначала думали, Том, нравилось Дэн. Ну, и потом такие, Кристиан. Ну, да, классно звучит. Ну, типа, Кристиан Шарангович, ну, все, давай Кристиан. Это вот просто мы сидели на диване перед отъездом в роддом уже. Но мы выбирали, типа, знаешь, чтобы было и в Америке, как бы, легче чуть-чуть. Потому что, знаешь, вот в Америке Егор, ты говоришь, себе там запишут... Игр. Я не знаю, игры, я не знаю, там вообще разные имена. Ну, потому что даже в Старбаксе, когда ты говоришь Егор, они там, что? Что? Ну, как бы, а так мы выбрали, знаешь, Кристиан. Что-то и в Беларуси было, и в Америке. Дальше. Ну, телевизор этот. Все понятно. Не смотрим его, не знаю, уже месяц. Вообще не смотрим его больше на ноутбуке. И тут уже на ноутбуке, когда ребенок появился, уже в фильме... Нет уже такого просмотров. Вот это был вопрос, как поменялась жизнь с рождением ребенка. Ну, да. Ну, тут уже все. Не знаю, тут больше, что рассказать. Все, погнали дальше. Тут туалет у нас, по-моему, с гостевой больше. Тут можно? Да. Ты тут будешь с нами или... Всем привет. Привет, привет. Тут все в сборе, мне не хватает только попугая одного. Пойдем тогда изучим коврик наш. Хорошо. Коврик. Это ее охрана, получается? Да. Это, получается, детская Кристина. Но он тут тоже не спит. Тут он больше, когда няня приходит, он тут больше с няней времени проводит. Ну, и больше вот кресла, где мы его укачиваем. Это такой мама-сет стартед парт. Качающееся кресло. Детская что-то, камера, да? Ну, да, тут камера. Когда мы его уже в кроватку, знаешь, когда укачали, в кроватку перекладываем, тогда камеру включаем. Но он мало спит один, на самом деле, больше любит спать на руках. Редко, когда он может один в кроватке поспать там два часа. Ну, только ночью, конечно, он хорошо спит. Там можно раза два проснуться. А так, ну, в кроватке, ну, не знаю, не любит спать. Ну, конечно, его, знаешь, человеческий матрас, а тут потрогает твердый. Ему там неудобно спать. А, ну да, правда. Получается, Даша садится в это кресло, раскачивается. Ну, не только Даша. А, ты только, да? Да. А, все, надо учитывать отцовскую роль, я понял. Да, понял. Тут включаешь фильмец или какой-нибудь там… Ну, да, что сериал, Даша тоже что-то на ютубе включает и смотрит. Тут пеленальный столик, все принадлежности, там, лекарства, ну, я не знаю, всякие витаминчики, подгузники, салфеточки. Просто полный, полный сервис. Тут, да, тут Кристина одежда, тут большие такие теплые вещи, которые висят. Тут тоже, там, подгузники, все его игрушки. Ух ты, там майка. Тут есть, да, майку, которую нам в команде подарили. Она чуть-чуть еще большеватая ему. Прям оригинальная, все так вышито. Круто. Да. Дэди 17. Это клуб подарил? Да, ну, генеральный, получается, пришел, подарил мне. Тут это брат, что он мне подарил. Получается, там, статуэточка, которая деревянная. Вот она в нем лежала. Это ракетка. Я не знаю, ты, может, знаешь, не знаешь. Максим Мирн, так он был теннисист белорусский. Он достаточно знаменитый. Школа теннисная. И вот, он, получается, подарил ракетку и сказал, может быть, все-таки выберите теннис. Ну вот, думаем. Ты увлекаешься теннисом? Ну, на самом деле, я не увлекаюсь, типа, сам, как играет. Ну, летом иногда играл. А так, интересно, вот, подстрелить. Мы вот этим летом на US Open ходили на пару матчей. С Кольцом там, да? Я знаю, что вы в Нью-Йорке с Кольцом ходили. Не, не. Это я ходил с Дашей, но мы просили, получается, билеты у Соболенки. Она нам оставляла билеты. И мы, получается, ходили, наверное, на три или на две игры садили. Ну, так, интересно подстрелить живую. Но сам, как бы, да блин, тяжело играть. Надо научиться. Не умею. Ну, а так, тут вот, Кристина всякие носочки. Комната Кристина. Да, но с одеждой, как бы, он вырастает, тупец, очень быстро. Так, а этот портрет, это просто любые. Это портрет мы, вот, когда были во Флориде. Мы ездили в этот Universal Park. И Даша такая говорит, о, пойдем, пускай нас нарисуют, типа. Ну, типа, не знаю. Похож? Как считаете? Давайте сравним отрицом. Не знаю, как бы такое, мне кажется. Так, художник что-то ободрал, по-моему, да? Немного. С щитками, мне кажется, не очень получился. Даша, наверное, вообще в шоке была, которая с тобой ходила. Вот это ваша спальня. Да, это наша спальня. Ну, Криса кроватка, но он тут тоже, опять же, он тут не спит. Он больше спит с супругой на кинг-сайзе. Мне больше нравится большая кровать. Ну, глупо было бы. Ух ты, тут даже в окнах. Да, они не открываются. Это твоя, получается, самая большая модель, да? Ну, да, она, наверное, побольше. Но вот эту модель, да, я чуть подольше собирал. Но все равно я такой, знаешь, это у нас еще ребенка не было. Все равно я могу просто пять часов подряд сидеть и собирать ее. Потому что я хочу быстрее собрать и быстрее увидеть, как она выглядит в собранном виде. Ну, кстати, про пистолет спрашивал. Тараганчик у тебя есть, да? Да, да, да. Ножки разминают. Да, ну и... Смотри, валик еще вон стоит в углу. Ну, это, кстати, большая супруга катает. Даша раскатывается просто? Да, она. Ну, потому что, знаешь, целый день с ребенком. Типа спина как бы мучает в этом плане. Ну, тут тоже еще один пеленальный столик. Тут просто измеритель температуры какой-то автоматический. Ну, да. Ну, даже когда просто купаться идем, тогда просто температуру воды меряешь. Ну, чтобы тоже... Не обжечь? Да. Ну, знаешь, чтоб в рак не превратить его. Ну, просто мега... Тут, кстати, вот холодильник есть, чтобы, знаешь, молоко... Серьезно? Да. Ну, там сейчас, наверное, пусто. Это как? Это мы прям... Ну-ка, открой посмотреть. Ну, потому что, знаешь, ночью... Блин. Ух ты! Ночью идти вниз, чтобы, знаешь, молоко отнести. Как бы это такое. Красавчик. Вот это были лайфхакеры, биохакеры. Да. Ну, тут окна. Ну, не знаю, тоже автоматические закрываются. Так, вид. Куда вид? На лес. На лес. Ну, там речка есть. Это моя главная дорога, да? Как такая? Ну, да, можно сказать. Ну, тут, да. У нас пешеходная дорожка. Какой-то минус, что нет, знаешь, чтобы пойти с ребенком можно было прогуляться. Приходится всегда на машине. Вот. Это вот самый минус такой, что мало пешеходных дорожек, чтобы ты пошел, знаешь, с ребенком прогулялся. А так надо куда-то сразу выезжать. Навсегда на машине. Тут картина, которая два месяца не мог поездить. Но это я пропустил. А, книжки. Смотри, у тебя тут книжки стоят. Ну, это... Да. Что мы читаем, значит? Это все. Человек, который смеется. Достоевский идиот. А доктор, который одурачивал весь мир. Кадзуо Исигуро, не отпускай меня. Что из этого прочитал ты? Уходим из комнаты. Так, да. Тут у нас. Дальше туалет. Так, тут все понятно. Какая вилова интересная стоит такая. Маленькая ванночка для Кристины. Вообще все приспособления есть для Кристины по несколько штук, да? Два пеленальных столика. Ну, пеленальный столик, потому что, ну, во-первых, няня снизу. Она больше с ребенком снизу проводит времени. И она там его пелен, она меняет подгузники. А тут сверху, ну, для нас. Потому что, ну, я не знаю. Ну, тоже, знаешь, переносить всегда его. Ну, да. Как бы такое. Очень красивая уборная такая. Унитаз классный. Автоматически. 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 С подмывом там совсем. Да, да. Ну, я не знаю. А, тут даже табло есть. Ой. Так. Боже, брат. Мне там вдруг. Остатки. Утренние. Так. Ну, тут моя гардеробная. Так. Ну, у тебя коллекция кроссовок есть. Мы вот у Чинаха были. Он там рассказывал. Коллекция кроссовок? У каждого хитеиста есть какая-то тема. Кто-то собирает кроссовки. Кто-то какую-то там одежду покупает себе необычную. У всех своего. Что у тебя? Такие бренды носишь? Любишь? Может, что-то коллекционируешь? Да. Блин, не сказал бы, что я что-то коллекционирую. Но не скажу, что носил. Нет. Ну, бренд любимый какой у тебя? Да, блин, да. На самом деле. Ну, это больше в Америке, на самом деле. Я начал больше бренды носить. Ну, Gucci или кто? Dolce нравится. Dolce? Да. Gucci не нравится. У Ове тоже, по-моему, Dolce один из любимых брендов. У него много одежды в Dolce. Но все равно я не люблю. Типа знаешь, что было там Dolce, 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 где-то написано. Типа маленький значочек. И достаточно. Знаешь, такое незаметное. Почему нравится? Потому что качественная одежда. Потому что это участие в приобщении себя к бренду. Или в чем фишка? Да не знаю. Да и качество одежды просто нравится как бренд. Но кроссовки не коллекционируешь? Да нет. Честно. Ничего такого нет. Покажи костюмы. Костюмы? Где ты заказывал? Наши пацаны, я знаю, у одного мужика заказывают. Он русский. А ты где заказываешь свой костюм? Нигде не заказываю. Вот получается первое. Это где брал? В магазине? Да. Нет, все в магазине просто. Ты не шьешь под себя? Серьезно? Ну вот я покупаю, можно сказать, почти все костюмы. Вроде все наоборот. Hugo Boss. Ну не знаю, мне нравится это Hugo Boss. И они все по размеру. Это все босс костюмы? Ну типа босс должен входить в босс, правильно? Да, ну это, я не знаю, это другой. Это Ted Baker, наверное, не знаю. Ну а забавные какие-то у тебя есть костюмы? Или ты... Да нет, все классика. Классика, да, не люблю эти че. Зато есть коллекция снэкбэков. Ну а, кстати, коллекционеры, я не знаю, в Беларуси коллекции кепок. Но много кепок, на самом деле, разных сяких. Ну ты, кстати, часто в кепках ходишь? Ну да. Ну не знаю, просто иногда просто лень укладывать волосы. Или что-то, какую-то кепку просто наделай и все. А так ты за одеждой тут. Ну, кстати, у тебя ее не так-то и много. Как будто кажется, у некоторых ребят побольше. Побольше? Да. Поэтому... Егор не про одежду. Не модник. Ну? Это супруге лучше спросить. Лимонник. А, все лучшее. Даша ответит быстро. А, все лучшее в семью у тебя, да, идет? Да. Сейчас все на ребенка. Что касается цен. Вот так выглядят напитки. Обычная вода 5 долларов. Понятно. Пиво 15. Вина там в бутылках по 13. Какие-то коктейли по 17 долларов, 14 долларов. В общем, все то же самое. Тот же барчик есть. Те же самые напитки. Всякие Амстердам водки, виски, коктейльные дела. Крепкие напитки, легкие напитки, виски. Там, не знаю, любые коктейли. Все, что хотите, можно приобрести. Цены, конечно, сумасшедшие. Но, тем не менее, люди как-то покупают. Вот здесь продается, ну, такой как фастфуд тоже местный. Всякие хутдоги и так далее и тому подобное. Выглядит примерно вот так. Мужик просто стоит на улице. В полнейшей антисанитарии. Да, он в перчатках, конечно. Но, блин, где Нью-Джерси, где улица? И где он жарит свой гриль в этом своем микроавтобусе? Но даже это не самая жесть. Самая жесть заключается в том, что каждый раз, когда ты приходишь на стадион в Северной Америке, ты просто нюхаешь жесткий запах фритюра. Вот эта всякая разноцветная и непонятная вода. Складывается ощущение, что, знаете, тут еда, она не как средство для того, чтобы организм функционировал. Да, подпитать его, сделать что-то полезное. Она как искусственная вся. То есть это разноцветная какая-то непонятная, из чего вода. Вот эти непонятные какие-то фритюры. То есть все такое искусственное в большинстве своем. Даже, например, вот у нас в России, да, говорят, да пойду шавухи дам. Ну, то есть шавуха по сравнению с вот этим всем, это просто, это мясо, это лаваш, это какие-то овощи. Да, там есть кетчуп, есть майонез. Но даже кетчуп и майонез будут не хуже того, что ты просто нюхаешь, когда проходишь мимо вот этих лавок в Северной Америке. Ты даже по запаху понимаешь, что в рот это никогда не положишь. Но люди, они просто едят это, покупают, и у меня это вообще не укладывается в голове. Неужели это вкусно? Ну что со вкусовыми рецепторами? Это просто какая-то фейк еда, это все не настоящее. И я реально до сих пор именно к еде вообще не могу здесь привыкнуть. К этим хот-догам, к постоянной картошке, к постоянному фритюру, к панировке вечной. Прям, вот кстати говоря, если поедете в Америку, то тоже один из пунктов, к которым надо быть готовым. Тут есть какие-то вип-тикет вы можете выиграть. Получается, выбираешь на сколько игр, свой пол, какой тип ты хотел бы выбрать, возраст. Судя по всему, какая-то очередная лотерея. Но этой лотереи уделено огромное внимание, потому что очень много мониторов с ней расставлено. Люди в это прям участвуют активно, я так смотрю, со стороны. В остальном, честно признаться, мне нравится. Такая светлая, необычная арена. В холле все достаточно цивильно, красиво, чистый пол. Есть все службы, разный гест-сервис, то есть все удобства для болельщиков, для людей. Есть даже вот такой, скажем так, небольшой футбол какой-то, я так понимаю. Причем самое главное, что он обособлен. Вот за таким стеклом. Он от Hyundai. И я так полагаю, что сюда не все могут попасть. То есть тут есть определенный отбор, чтобы попасть в этот Hyundai Club. Ну и, соответственно, все достаточно светло. Еще один шарангович ходит. Весьма необычно все это выглядит. Посмотрите, какая тут роспись прям. Стены произошла. Хоккеист, футболист, баскетболист, теннисистка, Мартин Бродон. Выглядит весьма неплохо. Вот такие машины есть от Hyundai, раскрашенные. Ну, соответственно, что сказать. Полы чистые. Стены покрашены. Несмотря на то, что белые, тоже все чистые достаточно. Все хорошо. Арена цивильная. Много разных каких-то лавочек. Там где-то для того, чтобы прогреть горло. Где-то для того, чтобы подзабравить свой бензобак. Искусственной едой, как мы уже выяснили. Поэтому все классически. Много корнеров с напитками, много корнеров с едой. Туалетные комнаты, разные лотереи, розыгрыши, какие-то конкурсы. Правда, вот единственное, что я не вижу здесь пока никаких таких развлекательных интерактивов, скажем так. Но в остальном все классически. Прям даже не к чему придраться и не просто толком рассказать. Тут можно закупиться любой едой. Там тоже. Вот это очень красиво. Тут вывешены игроки. Самые выдающиеся. Может быть, когда-то здесь будет и Егор Шарангович. А вот помните, я вам показывал днем тот самый вход стеклянный. Он был не такой красивый, как сейчас. А сейчас посмотрите, как круто. Все такое стеклянное. Вот, посмотрите. Это создает прям такое ощущение пространства. Огромного пространства. Высокого пространства. И, соответственно, ажиотаж. Посмотрите, сколько людей внизу, которые хотят попасть на игру. И вот там еще все это толпа фанатов. Они ломятся на сегодняшнее дерби. Видите, даже лого есть на полу. Вот такой тут вымпел. Просто даже лента там для просмотра сумок. Народ как муравьи. Прут, прут, прут изо всех щелей. Сейчас мы пойдем, я так полагаю, смотреть главную комнату. Да, пойдем. Сейчас посмотрим, где я сейчас уже два месяца обитаю. То есть, вот это все, друзья, это вот оставляем попугаю, шарки, Даши и Кристину. А теперь идем смотреть жизнь Егора. Пойдешь на горку? Давай, пойдем. Только тут, ну, лестницу не используют. Это для ребенка лестница. Больше. Мы с тобой ровесники. Нам уже скоро будет 25. И вот как бы, когда вам будет 25, вот чем вы можете заниматься. Ну, горка. Ну что, поехали? Поехали. Вот такая горка. Так. Моя очередь. Так. Так ты нормально скатился. Вообще. Вообще, слушай, это очень удобный способ перемещения. Горка в доме. Я так понимаю, тут жили дети с этим хозяином, да? Ну да, у меня два ребенка было. И то они решили сделать горку для детей, чтобы они, не знаю... Ну, это мега круто. Это очень круто. Ну, блин, да. Как бы, когда реально там ребенку, не знаю, два-три года. Что, нет? Прикольно его покатать. Ну, ладно. Да, мог посадить. Так-то, наверное, покрутить, идти. Чтобы подняться сюда, наверх. Ну, тут... Че? Это уже... Тут уже забыто. Так, ну, тут... Че? Как бы... Тут уже забытая местность, как бы. Потому что... Пылиться лежит. Дома не играю. Потому что, ну, как говорил, что с ребенком. Потому что сейчас только на выезд беру. Вот этот вот, великоптер. Это... Твоих рук дело? Моих. Но... История просто... Всегда хотел себе вертолет на пульте управления. Ну, такой нормальный, большой, типа, знаешь, запускает. Знаешь, сколько раз я его запустил? Сколько? Ноль. Чтоб ты понимал, я вот в Беларуси когда покупал, мне в магазине говорят, ты хоть раз, ну, имел вообще вертолет? Ну, я говорю, ну, да, игрушечный, знаешь, только маленький там. А я говорю, ну, полупрофессиональный имел. Я говорю, нет, смотри видеоуроки. Я, как и все, никто инструкции не читает. Я думал, какие-то вот маленький вертолетик, ты его запустишь. Ну, нифига, его даже воздух не поднял ни разу. А, тяжело, да, потом? Да, вообще там, во-первых, надо пульт как-то настроить. Он весь на английском, инструкцию тоже на ютубе тяжело найти и как-то посмотреть. А есть инструкция только на диске, где эти дисководы. Сейчас ноутбуки тоже без дисководов все делают, как бы, вообще без шансов что-то посмотреть. Надо ехать тоже в магазины. Ну, или кто-то, кто разбирается в этой технике, чтобы настраивал весь пульт. Потому что ты даже можешь посмотреть, тут просто смотри, сколько тут всяких переключателей, тут, я не знаю, тут, там, чтобы его настроить. Что такое вещество? Да, чтобы его настроить, тут реально очень много времени уходит. Да, слушай. Я пытался разобраться, но так и не разобрался. Я вот, короче, только спалил одну батарею один раз. Ему и все, он там один раз задымился, и все. Так, ну, давай топ твоих игр на компьютер. Топ? Ну, честно, уже играю очень долго в Dota 2. КС-ку, ну, КС-ку немного, и больше PUBG. Да, CSGO. Ну, и PUBG. Я знаю, что вы, когда ты жил в ВХЛ, очень много играл. Да, в ВХЛ, на самом деле, много играл. Ну, потому что там город, как бы, не сильно классный. Потому что там реально нет ничего. Ты, когда приходишь в тренировки, там, пообедал, поспал, отдохнул по тренировке. Ну, и потом я жил первый год с канадцами, но они больше Xbox теперь играют, PlayStation. Второй год я жил со Словаком, ну, и он, получается, тоже на ноутбук был. И мы играли с ним вместе в КС-ку. И Миша Мальцев, кстати, тоже был тогда. И вот втроем, можно сказать, играли уже в КС-ку. Так, получается PUBG, Dota и КС. А любимые киберспортсмены есть у тебя? Нет, такого нет. Ты просто смотришь обзорчики, да? Ну, типа, да, но это больше так, я не знаю, перед сном ты включал, там, то, как бы. Все, понял. Оставляем это место пылиться. Это, да, это уже реально, как бы, такое. Это часть истории. Да, тут еще один туалет у нас. Куда показать не будем. Там, соответственно, подвал. Тут ты спишь. Помещение. Это диван старый еще с прошлого дома. И тоже там стулья. Тут кровать. Это тоже вот хорошо, что с прошлого года все сохранили. Но это мы все равно больше комнаты делали, чтобы, знаешь, если родители все-таки получится, чтобы привезти их. Мы планируем этим сезоном привезти тоже, чтобы у них была комната, они могли спать. Но пока я тут обитаю. Сейчас тут проблемы с тем, чтобы родители приехали, что ли? Ну, чуть-чуть тяжело это получить визы, но работаем над этим. И, надеюсь, в ближайшем месяце, может, два привезем. Потому что все-таки все равно хотят внука посмотреть, потискать его. Это только по видео, знаешь, по фотографиям. Это такое все. Ну, тут там всякие видеокамеры тоже от дома. Ну, там всякое отопление, тут тоже складик маленький. Ну, обогреватель я себе тут ставлю, потому что батареи нет снизу. Но включаю себе обогреватель, потому что сейчас похолодало, сейчас минус 6 ночью, знаешь. И тут гараж, выход такой, прохладно. Получается, посмотрели все? Там только гараж? Ну, гараж только, да, остался. Да, я смотрю, машины все перед домом стоят. Не загоняешь, знаешь? Да, редко, на самом деле, используем гараж. Ну, только здесь, не знаю, зимой, когда там минус 15 было. А, ну тут просто как. Нет, давай, это пропустил. Клюшка-то все-таки стоит в подвале поработать, да? Ну, нет, просто. У нас там на арене есть зона бросковая. А, да ладно, для игроков? Да, да. Ну, ты, надеюсь, завтра получится все. Все, понятно. Ну, тут холодильник еще лишний. Ну, и просто гараж. Ну, тут предназначен для двух машин, тут две машины не помещаются. Вообще только одна. А, ну вот тут можно было еще типа. Что? Да, типа шапки Егор и Даша. А-а-а. Ну, такие, ну, это новогодние, тут решили еще оставить, чтобы висели. Так, ну, еще два надо покупать. Ну, почему? А, Хэм и Кристин. Ну, это мы покупали, когда еще были одни. Надо исправлять. А то... Хомобилица. Так, ну, тут уже побольше движухи, тут пошли активности. Значит, what is this? So, you're gonna put it here. You're gonna put it like this. And it's gonna go down. And you're gonna either win or try it. Окей. Давайте попытаем удачу. Итак, поехали. Удача вообще не про нас, походу. Как говорится, Бог любит Троицу. Надеюсь. Спасибо. В общем, удача вообще далеко не про нас. 0 из 3. Одна просто выпала, и две, как говорится, в никуда. Ну, в общем, тут вы можете выиграть какую-то там очередную безделушку. Поучаствовав вот в таких конкурсах. Если у вас, конечно, есть запал удачи, а не как у меня. Мне в этой жизни, по-моему, вообще никогда ничего легко еще не доставалось. В том числе и вот эти всякие призы. Ну, ладно. От этого отступаем. В общем, там можете поиграть, поучаствовать. Тут сфотографироваться вот так с надписью Devils. Здесь принять участие в очередном конкурсе. Тут выиграть VIP-билеты. Тут стань частью команды. Это имитация раздевалки. Соответственно, вы можете там сфотографироваться и приобщиться к обществу New Jersey Devils. А тут по-прежнему такой большой корнер с едой. Сюда пускают, я не знаю, только либо по билетам, либо как-то VIP-персон каких-то. А, вот как сейчас девушка прошла, там должен быть определенный браслет. И, соответственно, там вы можете смотреть, наблюдать за игрой из лаунжа с едой, чтобы все было красиво. Кстати, такую фишку я не припомню, чтобы прямо на главном этаже в арене можно было зайти в бар с едой, со всеми делами. Были такие цивильные столики. То есть не просто там, знаете, семейный лаунж, а прямо это для людей фишка. Но надо определить, надо иметь определенную привилегию. Вот видите, как люди сидят, за столами едят, тут там бар, там еда, там еда, а там уже вот арена насквозь. А вот люди, которые приходят опять с собаками на игры, причем не просто с собачками, а прямо с собаками. В общем, тут игровая такая зона, которая предназначена, как я понимаю, специально для детей, поэтому она называется проспект, типа там клап или что-то такое, не суть. Суть в том, что вот так здесь есть небольшие клюшки укороченные, которыми дети могут поиграть. Вот пластиковая шайба, соответственно, гоняешь, забиваешь голы и радуешься. Вот такие клюшки с укороченными крюками. Ну, соответственно, куда же без телевизоров, поэтому мешки маленькие для детей, телевизор с трансляцией любимой игры. Столики для рисования, доска, можно взять мел, можно взять маркер и раскрасить, например, вот какого-то дьявола, либо логотип клуба. В общем, разные есть шаблоны. Ну, соответственно, об отношении к нашим игрокам здесь можно судить по ручкам на шкафе. То есть клюшка Никиты Гусева пригодилась, чтобы из нее сделать вот такую ручку в детской игровой комнате. То есть вот так в Нью-Джерси чтут память Никиты Гусева. Вот его замутка, вон Гусев. Конечно, это все я в шутку говорю, но просто сам факт, что ручки от шкафа в виде хоккейных клюшек, это реально прикольно. Те, кто занимаются ремонтом, интерьером, вам на заметку лайфхак. Ну и на крайнюю активность я хочу вам показать, во-первых, вот эту скамейку, а во-вторых, вот эту красоту из джерси. Я не знаю, что это за джерси. Может быть, это все джерси в истории Нью-Джерси Дэвилс. Уверен, что это не так. Это наверняка разных клубов, но выглядит прям потрясающе. Самым маленьким в НХЛ выдают вот такие наушники. Здесь вы можете подойти в сервис комнату и вашему ребенку, если ему, например, очень громко слышать звук колонок, вы можете воспользоваться данной опцией, насколько я знаю, совершенно бесплатно. Круто! Тут реклама энергетиков каких-то. Тут опять колесо фортуны крутят. Настроение позитивное, вот так люди выиграют призы, всякую мелочевку. Тоже, кстати, есть местный маркет, такой локальный, с водой и снэками. Вот, кстати, акции, давайте посмотрим, какие здесь. Например, о, собаки начинают дружить. Блин, сколько тут собак на матче? Я не понимаю, они все какие-то там специальные или это просто люди с ними ходят? Я уже четыре собаки увидел на игре. Вообще, смотрите, тут есть Боб Дилан, что-то от Курта Кабейна, соответственно, Майки Линдресса. Разных каких-то деятелей на арене Нью-Джерси. Каким-то образом есть фотографии Месси, Битлз, Курта Кабейна, там 007, Рокки и всех остальных, Боб Дилана. И все это тоже продается на аукционах. У меня отсюда возникает два вывода. Первое. Игроки Нью-Джерси, их не настолько не развита вся эта медиа история, что их продукцию просто не хотят покупать. Соответственно, клуб не может там выручить на этом какие-то деньги и ставит то, что продается. Либо второй момент, здесь просто в Нью-Джерси продают все, что продается. Я не знаю, что ближе к правде, напишите в комментариях. Но я, чтобы не быть голословным, просто покажу. То есть, вот посмотрите, сколько хоккейных маяк. И вот, один футболист такой, футболист такой. Вот, 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 то есть, да. Тут вообще какая-то больше похожа на выставку искусств. С аукционами, конечно, слабовато. Но в остальном, честно признаться, хорошая арена, светлый ремонт. Обычно, где я был на аренах, нет светлого ремонта. И здесь думал, раз цвета черно-красные, то будет все какое-то черно-красное. Но нет. Белый пол, такие белые приятные, какие-то кремовые, что ли, даже стены. Все цивильно, все чисто, все убрано. Есть всякие разграничители, ограничители. Персонал работает слаженно. Очередей особо нет. Все быстро, все оперативно. По активностям все то же самое. Я говорю, там туалеты, уборные, все отлично тоже, все в чистоте. То есть, любые виды напитков, еды, алкоголя, там, я не знаю, банкоматы. Просто все есть на арене для комфортного времяпровождения. Поэтому по трибунному помещению ставим лайк. Цены мы сравнили. По ценам, в принципе, это арена НХЛ, так что лайк. По трибунному помещению лайк. По активностям тоже лайк. Да, в принципе, по всему лайк. Вполне себе хорошая арена. Есть все для комфортного времяпровождения с детьми, с семьей. Просмотры хоккея. Светлое, чистое, приятное. Так что Нью-Джерси арена мне, в принципе, зашла. Хорошая, все окей.